Дорогие девушки, здравствуйте! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист. Вы находитесь на моем канале, где я обучаю женщин искусству красоты. Я достаточно часто слышу, как многие говорят, вот в наше время, в наше время. И, как правило, речь идет о том, что когда я была молодая, вот в наше время модно было там то-то, то-то, то-то. То есть самые такие яркие, наверное, годы нашей жизни чаще всего это начиная там с 18 лет. То есть мы стали совершеннолетними, убежали из родительского дома, студенческие годы, и где-то до 30 лет, как правило, это самые такие беззаботные годы. Когда с друзьями гуляешь там по три дня, не высыпаешься, но при этом все равно находишься в таком бодром состоянии, какие-то пляски, танцы там и так далее. И когда мы становимся старше, когда появляется семья, появляются обязанности, работа, карьера, то мы, конечно, уже меньше посвящаем времени вот такой для того, чтобы как-то повеселиться. И, как правило, когда нам наступает там лет 40-50 и дальше, вот именно вот эта фраза в наше время, это имелось в виду как раз чаще всего, что это вот это наше беззаботное время, когда мы могли смеяться, улыбаться, путешествовать и гулять, веселиться. Так вот, очень часто бывает, конечно же, как? Что после 40 как-то уйти учиться опять, очень странно. И действительно, есть такие люди, которые не понимают, а куда ты пошла уже? А тем более, например, макияжик, да? Ну, ты еще не можешь тушь, что ли, взять, накраситься, или что тебе, карандаш не купить? Ну, то есть, зачем тебе учиться краситься? Так вот, самое, что интересно, когда мы молоды и прекрасны, даже если у нас неправильный макияж, неправильная укладка, цвет волос, просто потому, что молодая кожа, то нам практически все идет. И согласитесь, в эти годы как раз экспериментировать и с цветом волос, и со стрижками, и с рязным креативным макияжем, там, если вспомнить 80-е, 90-е годы, то это все было, в общем-то, хорошо. Но когда мы становимся старше, и когда наша фактура меняется, у нас появляются морщины, у нас появляется, там, не знаю, отечность, грыжи, у нас другая кожа, изменился цвет лица, возможно, вы поправились или похудели, и вот из-за того, что у нас меняется наше тело, то мы не знаем на самом деле, что с ним делать, потому что нас в молодости не учили. Ты знаешь, дорогая, когда тебе будет, там, 50 или 80 лет, у тебя будет вот это, вот это, и нужно сейчас, там, делать то-то, то-то. Или тебе в 40-50 лет нужно будет пересмотреть свой имидж, какую косметику ты выбираешь, какую прическу, кто этому учил, никто не учил. Поэтому, как правило, когда мы начинаем себя посвящать семье, работе, близким и так далее, то мы уже не так следим за модой, я какие там сейчас музыканты популярны, не знаю, а когда молодые, мы все знаем, что актуально, кто современный и так далее, пытаемся как-то быть похожими. И вот так получается, что пока мы молодые, мы знаем тренды, как только мы становимся старше, там, 30-40 и дальше лет, уже какие там тренды, да вообще мода это ужас какой-то, да как это можно носить. И вот это вот вечные отцы и дети, понимаете, оно бесконечно, просто постоянно будет противоречие между взрослым поколением и молодым. Так вот, как раз когда у нас меняется наше тело, нам и нужно идти учиться. В данном случае, если мы говорим там про красоту, то вот на своем канале как раз я обучаю и рассказываю в основном именно о том, как сохранить свою красоту и, соответственно, как можно скорректировать какие-либо особенности вашей внешности с помощью прически, с помощью макияжа и ухода за кожей. И бывает, некоторые спрашивают, зачем в 40 учиться, ты что, с ума сошла? А как? А когда учиться-то? Поэтому, когда у нас появляется что-то новое, я имею в виду возрастные изменения, то у нас нет опыта, как с этими возрастными изменениями работать, а что нужно сделать. И поэтому постоянный вопрос к специалистам красоты, а как скрыть брыли, а как скрыть носогубки, у меня их раньше не было, сейчас появилось. Поэтому именно после 40 я считаю, что нужно больше учиться и в первую очередь, конечно же, изучать себя. И опять же, если сказать, ну что там можно, чему макияж научиться, вообще все это ерунда. Но вот представьте, мы все умеем ходить, да, мы можем даже бегать, и мы умеем танцевать. Но согласитесь, чтобы танцевать красиво, нужно пойти на курсы танцев и научиться красиво танцевать, ножку ставить бедрами и так далее. И вот так, если мы возьмем абсолютно любую профессию, то в каждой профессии, согласитесь, тоже есть какие-то новые инновационные методы, технологии. Вот раньше делали так, а теперь, оказывается, все поняли, что нужно делать теперь. И вот так. И поэтому, скорее всего, вы совершенствуетесь в своих профессиях, да, и получаете новые знания для того, чтобы быть актуальными и понимать, что, да, сейчас можно делать в вашей сфере. И то же самое, нужно учиться и познавать себя, это в плане своего здоровья и внешнего вида. Поэтому как раз, когда мы молодые, можно вытерпеть, точнее, наша внешность, вытерпеть абсолютно все. Но когда мы становимся старше и появляются вот эти все изменения, вот здесь необходимы новые знания, которые помогут больше себя понять. А почему это вот я раньше вот так вот красилась тушью? Было прекрасно. Сейчас я делаю то же самое. Но при этом, вы не понимаете, просто когда мы смотрим на себя в зеркало, да, все равно в душе, согласитесь, есть вот это ощущение, да, мне 50, но при этом в душе мне, наверное, лет 25. Так вот, вот это вот ощущение, оно всегда присутствует, что я моложе своих лет. Но при этом внешность, она уже изменилась. Поэтому, вводя в свой рацион новые техники, новые средства, вы таким образом можете поддержать свою внешность в таком моложавом состоянии. И здесь дело идет не о том, чтобы из, например, там 50 лет выглядеть там на 30, да, а здесь речь идет о том, что просто мы не знаем, как с этой фактурой работать, мы узнаем, и оказывается, не так все ужасно. Оказывается, если я сделаю правильную укладку, и у меня лицо кажется страннее, а оказывается, если я использую там не пудру, а вот такой-то тональный крем, у меня и морщин меньше. А оказывается, если я буду помаду подбирать не просто под цвет волос, или какую-то одну единственную, а под эту одежду, под эту блузочку, под эту, то я выгляжу по-другому. То есть вот эти знания новые, они очень нужны для того, чтобы выглядеть хорошо и в 50, и в 60, и в 70, и в 80. Тоже мне периодически пишут, Жанна, вы такую ерунду говорите, как будто бы никто этого не знает. Да это уже просто настолько как бы понятно, для кого вы это говорите. Например, там я там в ролике сказала, что очень важно там умываться средствами для снятия макияжа, там что есть гидрофильное масло, гель, мицеллярная вода. И на самом деле многие женщины действительно понимают, как этим пользуются, пользуются. Только эти женщины чаще всего это девушки до 30 лет, которые как раз очень хорошо в этом разбираются. Ну потому что у них еще есть этот интерес, и скажем так, может быть не все обременные работы и детьми. А девушки постарше, да, действительно есть те, кто там вот до 60-80 лет еще умываются мылом, и вообще не понимают вот эти все термины. Мацеллярное, гидрофильное масло, гель, пенка, энзимная пудра, да вообще что это такое? Дорогие девушки, здравствуйте! Я хочу вас познакомить с новым средством. Это гидрофильное масло для очищения кожи. Когда я говорю про макияж, для того, чтобы его сделать качественно, у нас должна быть хорошая кожа. И сейчас очень много запросов про декоративную косметику, чтобы она была достаточно стойкая. Так вот, для того, чтобы получился красивый макияж, красивая кожа, первый этап это очищение. Если мы хорошо очищаем кожу, у нас не будет воспалений, аллергии, будут меньше поры, кожа будет более молодой, упругой, ухоженной. Если вы страдаете тем, что у вас забитые поры, 100% это некачественное очищение. Если вы используете SPF средство, которое тоже достаточно хорошо фиксируется на нашей коже, плюс тональное средство, пудра, консилеры, скульпторы, румяна, согласитесь, достаточно много. Поэтому, чтобы хорошо очистить нашу кожу, вот и есть уже такое современное средство, которое, думаю, многим знакомым, это как раз гидрофильное масло. Чтобы сохранить нашу кожу, важно использовать средства, которые не будут агрессивны, но при этом будут качественно очищать. Поэтому ЖАКСКИН как раз это то средство, которое поможет вам сохранить вашу кожу молодой и красивой. В составе этого средства персиковое масло, которое питает и увлажняет кожу, а также ПЛАНТОПОН. Это средство, которое очень качественно очищает нашу кожу, но при этом сохраняет липидный слой. Для того, чтобы кожа не была ни сухой, ни воспаленной. Благодаря этому средству вы сможете качественно очистить кожу. Соответственно, те средства, которые вы будете наносить после него, это тоник, сыворотки, крем, они будут работать и давать результат более эффективным. Поэтому не забывайте, этап очищения это самый главный, первый этап для того, чтобы сохранить свою кожу в хорошем состоянии. А это как раз те средства, которые дают потрясающий результат. И вот здесь я не хочу никого обвинять, что ой, какие вы безграмотные. Потому что работая с женщинами, а я работаю уже 25 лет, то я прекрасно понимаю, откуда это. То есть в первую очередь, если говорить про свою фактуру, то может быть вы выиграли генетическую лотерею, выглядите хорошо и действительно до 50 лет вам этого не надо было. И вы умывались мылом, было все хорошо. Вы даже не думали, что можно что-то по-другому. Поэтому привычный ритуал, один вариант, другой вариант. У вас не было примера, да, и даже бывает так, что наоборот, мама запрещала использовать все эти средства, декоративную косметику, поэтому есть какой-то комплекс, страх, и до сих пор не могу этим пользоваться. Потому что есть вот в голове сидит, что мама накажет, понимаете? Понятно, что может быть мамы уже давно нету, но мы все понимаем, как нами рулят вот эти детские комплексы. Потом другой вариант, например, когда не было мамы, да, может быть рано умерла, может быть еще что-то, воспитывал папа, были старшие братья. И соответственно не было примера для того, чтобы вот как-то углубиться вот в эти всякие женские прелести и ухаживать за собой. И таких историй я могу рассказать миллион. Поэтому когда пишут, что никому это не надо, все это знают, это ерунда, на самом деле есть женщины, которым нужна эта помощь, чтобы рассказать, как поэтапно это делать, можно ли, например, там мицеллярную воду наносить утром, или можно ее только вечером, а надо ее смывать, а не смывать. Да, с одной стороны, с декоративной косметикой все понятно. Тушь на глаза, помада на губы. Ну, можно еще, правда, на щеки и на глаза, но это уже нюансы. Я к тому, что, в общем-то, нам многое, да, очевидно и понятно. Но при этом есть определенные ошибки, которые не дают вау-результата. Мы все берем одну тушь, мы ей все наносим, все наносим на глаза, красим ресницы, только у одной результат, вау, как красиво, она сделала эффект лифтинга, а у другой завалила глаз. И вот именно нужно изучать эти нюансы. Почему здесь завалился глаз, а здесь открылся? А почему это средство сюда можно, а сюда нельзя? А то, что взяли, например, посмотрели коротенький ролик, и там немного перепутали, и сделали, например, опять же, самое больное, да, зона вокруг глаз, морщины, морщины, морщины. И посмотрев кучу роликов, которые показывают молодые визажисты на моделях молодых девчонок, и когда наносятся тонны косметики, у них морщин нет, у них торгер хороший, поэтому если нанести много косметики, они выдерживают и нормально. Но если девушка старше 40 лет, когда уже тонус кожи не такой, когда здесь много мимических морщин, и мы наносим те же средства в таком же количестве, то получается в два раза усиливаем эту проблему. Потом мишки под глазами, мало там их скрыть, нужно еще переключить фокус внимания на другие зоны, которые красивые. И вот именно на этих нюансах и строится красота. Поэтому по сути мы все делаем правильно, с одной стороны, а с другой стороны мы можем не добиться вот этого красивого, современного лица, моложавого, не омолодившего на 30 лет, а именно ухоженной, красивой женщины 50, 60, 70, 80, 90 лет. Понимаете? И вот строится на вот этих мелочах, как раз и их и нужно изучать. Понимаете? Поэтому, во-первых, да, это здорово. И когда мы начинаем, ну, как бы приходим учиться к какому-то новому делу, ну, допустим, макияжу, то когда вы узнаете эти нюансы, вы начинаете просто кайфовать, потому что вы очень быстро получаете результат. И вот, пожалуйста, вы использовали консилер так, как надо, подобрали цвет, который надо, и, вау, синячков нету. Вы накрасили своей любимой тушью, даже покупать ничего не надо. По другой технике ресницы, и у вас раз, и глаза стали в два раза больше. Вы сместили пик брови, и у вас подтянулось лицо. Так вот, изучать надо как раз вот эти тонкости. И когда вы видите вау-эффект, что, боже мой, у меня, оказывается, бекто ненависшее, это я так думала, это просто у меня бровь неправильная была, потому что я пощипала там когда-то, давно не так сделала, или еще что-то. И вы не представляете, как начинают гореть глаза. И вы сразу думаете, а я же красавица, ну и что, что мне 50? Я чувствую себя уже намного лучше, потому что я выгляжу хорошо. То есть это, как бы, знаете, не борьба со старостью, нет. Это, во-первых, принятие своей внешности. Во-вторых, это нежелание стать на 20-30 лет моложе. Это просто сохранить и подчеркнуть то, что есть красивое, и немножко нивелировать какие-то нюансы. От этого настроение поднимается, глаза горят, сразу хочется куда-то пойти, что-то делать. Вы становитесь более уверенной, более смелой, и уже по-другому проживаете свою жизнь. Поэтому учиться, это вы как будто бы попадаете в студенческие годы. Но, может быть, уже не так, как раньше, по-другому, но тоже очень интересно. А тем более, когда речь идет о своем теле, своей фактуре. Поэтому, вот я считаю, что те, кто говорит, зачем тебе учиться, очень многое теряют. Учиться можно бесконечно. А что самое интересное, вы когда погружаетесь в обучение, и вы когда узнаете что-то новое, то вы понимаете, что помимо вот этого есть там еще больше глубина, еще глубина, еще и еще. И вы еще больше понимаете, сколько вам нужно изучить интересного. От этого у вас просто столько энергии, и вы становитесь более активны. Поэтому я призываю учиться. Если вам нужны рекомендации по красоте, по макияжу, по уходу, приходите ко мне. Но также есть и другие специалисты. Может быть, вы решите начать изучать танго. А может быть, вы начнете еще какие-то интересные хобби развивать. То, что, может быть, вам всегда хотелось. И именно вот это и даст вам новый глоток, новый виток эмоций. То, что сделает вас более гармоничной, счастливой, красивой. Поэтому учиться можно и в 90 лет. Сейчас скажу один случай. У меня на курсе, на базовом проходило обучение девушка, женщина. Ей 50 лет. Она из небольшого города. И когда она смотрела уроки, вместе с ней смотрела ее бабушка. Ну, представляем, если ей 50, ну, маме, допустим, там 70-75, значит, бабушке практически под 100 лет. И бабушка внимательно слушала вместе с ней лекции. Она не репетировала, то есть она особо там не красилась, но она следила за внучкой и говорит, ты здесь неправильно сделала, надо здесь вот так и вот так. Типа в уроке было сказано то-то, то-то. Она говорит, бабушка, какая ты молодец. И в итоге, значит, это моя ученица. Я не помню, кем она работала, но она мечтала быть парикмахером. После обучения она решила, что все-таки буду парикмахером. Пошла учиться, а так как это была ее всю жизнь мечта, то она очень быстро схватывала информацию и получала материал. В итоге, даже не окончив обучение, она устроила салон красоты и сейчас работает парикмахером, сменила свою профессию. Вот так вот, девушки. Так что, никогда не останавливайтесь. Наоборот, если есть какая-то апатия в жизни, найдите увлечение, которое вам будет приносить радость. Изучайте новое. Когда у нас появляются новые неровные, нейронные связи, то это очень даже хорошо. Меньше будем болеть. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. И напишите, пожалуйста, если вы получили для себя, может быть, там на моем канале или, может, на другом канале, не знаю, какой-то полезный лайфхак, применили его и от этого увидели, насколько у вас изменилось ваше лицо. Поделитесь, пожалуйста. Очень интересно. Я обязательно прочитаю. Спасибо и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok